Наталья Александрова Роковая головоломка Всё-таки весна. Тихо произнесла надежда, встав у открытого окна и глубоко вдохнув свежий прохладный воздух. И хотя внизу ещё лежали наздреватые сугробы вперемешку с лужами, но воробьи уже чирикали и вороны каркали призывно и несмелое солнышко пробивалось из-за туч. Да и сами тучи были не грязно-серого цвета, как вода после мытья пола, а более светлые, и сквозь них даже пробивались лоскутки бледно-голубого неба. Надежда отвернулась от окна, отметив, что скоро можно и его помыть, и оглядела комнату. При солнечном свете стала видна пыль и разводы на мебели, а на диване... Боже мой, сколько шерсти! «Бэсик, ты линяешь!» сказала она обреченно. «И что?» Рыжий котище, вольготно развалившийся на диване, приоткрыл один глаз и глянул презрительно. «Сама же сказала, что весна! А весной коты линяют! Это закон природы!» «Но не столько же!» вздохнула Надежда. «В общем, катись с дивана, пылесосить буду!» Кот и не подумал двинуться с места. Да что там, даже лапы не пошевелил. «Вот так, значит?» «Ну, пеняй на себя!» Надежда выволокла из кладовки пылесос и с грохотом поставила его посреди гостиной. С пылесосом у кота были сложные отношения, точнее, как раз очень простые. Кот его боялся. Он вообще не любил шума. Так что сейчас Бэйсик забеспокоился, посмотрел на Надежду с немым укором и ушел, выражая хвостом и походкой все, что думает о хозяйках, которые нарочно портят котам жизнь. Надежда трудилась долго и тщательно, поминая линючего кота недобрым словом. Наконец, диван и вообще вся комната приобрели относительно приличный вид. Надолго ли? Надежда выключила пылесос, потерла со вздохом поясницу и услышала, что заливается ее мобильник. Пока она металась по квартире в поисках телефона, тот уже замолк и нашла его Надежда на кухне, а рядом на табуретке сидел кот и смотрел злорадно. «Вот никакой от тебя пользы!» – в сердцах воскликнула Надежда. «Собака хотя бы принесла мне мобильник, а ты только мышей ловить умеешь, так у нас мышей нет». «А жаль!» – просимофорил кот с желто-зелеными глазами, и Надежде стало смешно. Однако, посмотрев на экран телефона, она нахмурилась. Звонила старая приятельница Нинка Скоробогатова, причем уже четыре раза, а Надежда не слышала звонка из-за работающего пылесоса. Нинка была женщиной спокойной, отнюдь не нервной, и если так оголтела звонила, стало быть, что-то случилось. «Ну, наконец-то!» – Нинка ответила сразу. «Надежда, ты в бане, что ли, была? Или в бассейне плавала?» «Почему в бане?» – удивилась Надежда. «Потому что нормальные люди только в бане или в бассейне мобильник оставляют, а в остальное время он должен находиться в пределах слышимости». «Ладно, ну вот она я. У тебя что-то случилось?» «Случилось», – Нина сбавила тон. «Ногу я сломала». «Да ты что?» – сполошилась Надежда, а перед глазами уже стояла ужасная картина. Нинка лежит в душной палате на 10 человек, и нога ее в воздухе поддерживается сложной конструкцией с противовесом. «Ты в больнице?» Выяснилось, что все не так плохо. Сломала Нина только лодыжку, неудачно ступив на ледяную дорожку. Гипс наложили легкий, съемный, и она может ходить. Правда, пока только в пределах квартиры, на кухню или в ванную, и то недолго. А так нужно сидеть или лежать три недели, пока нога не срастется, и только потом разные процедуры – гимнастика, терапия и так далее. Пока Нинка подробно описывала эпопею с переломом и врачами, Надежда почти уверилась в своих смутных подозрениях. Снова по ее душу. Довольно долгое время Надежда Николаевна Лебедева работала инженером в НИИ и по отзывам коллег с работой вполне себе справлялась. Но, как говорится, ничто не вечно. Институт развалился, а всех сотрудников уволили. Потом институт снова организовался. Многие сотрудники вернулись. Однако муж Надежды – Сан Саныч – и слышать не хотел, чтобы жена снова пошла на работу. Если честно, то Надежде и самой не слишком хотелось таскаться каждый день больше часа в метро или же стоять в пробках. Потом тратить уйму времени на бессмысленные разговоры с начальством, сплетни, обсуждения внешнего вида каждой сотрудницы. Так что со временем Надежда Николаевна смирилась со статусом домашней хозяйки. Тем более, что у нее появилось очень необычное и увлекательное хобби. И все было бы прекрасно, если бы не многочисленные знакомые и друзья, которые, узнав, что Надежда больше не работает, буквально завалили ее просьбами отвезти, встретить, принести, забрать, посидеть, передать, впустить в квартиру и проследить, получить и расписаться. И что ужасно, Надежда Николаевна по природной интеллигентности никому не могла отказать, никому не могла прямо сказать нет. И поэтому встречала чужую тетю из Череповца, отвозила посылку чужой свекрови, получала из химчистки чужой вечерний костюм, сидела вечером с чужой бабушкой, чтобы выключить ей телевизор перед сном, отводила чужого пятиклассника на занятия, навещала раз в неделю чужого попугая и впускала в чужую квартиру мастера по ремонту электрических плит. Надежда Николаевна была женщиной общительной, родилась в Петербурге, здесь же училась в школе и в институте, потом работала, так что друзей и подруг, а также просто знакомых, у нее было великое множество. Разумеется, все просьбы сопровождались извинениями и обещаниями. «Если тебе потом будет нужно, то мы всегда, всегда...» «Ага, как же, попробуй обратись. Человек вроде бы и хочет помочь, но некогда. Работа и семья отнимают все время». У самой Надежды семья в данное время состояла из мужа и кота, поскольку дочка со своей семьей жила в далеком северодвинске и приезжала в Петербург редко, предпочитая проводить отпуск в более теплых краях. Однако со временем на совершенно возмутительные просьбы Надежда Николаевна все же научилась говорить «нет». А, возможно, знакомые и сами поняли, что к чему, и перестали к ней обращаться. Разумеется, это не относилось к родственникам и паре-тройке самых близких подруг и друзей, для которых Надежда была готова сделать все, что угодно, в любое время дня и ночи. Нина Скоробогатова к таким подругам не относилась, так что Надежда вполне справедливо испытала легкое недовольство, но хорошее воспитание взяло вверх, и она пока слушала молча. Нинка закончила описание своих мытарств и перешла к делу. «Надя, у меня к тебе просьба. Отвести тебя на снимок или на очередное обследование? А может, лекарство нужно?» «Что ты?» Надежда мысленно увидела, как Нинка замахала руками. «Туда меня Павлик свозит, если нужно будет?» «Он и продукты привез, и лекарства, и еще такую штуку, ну, чтобы ходить можно было без костылей». А Павлика Сережа прислал. «Такой парень симпатичный, вежливый, машину водит аккуратно». «Так чего же от меня-то нужно?» Надежда едва не проорала это вслух, но опять-таки совершенно не кстати напомнила о себе хорошее воспитание. Возмущение Надежды Николаевны было совершенно понятно. С Нинкой они были знакомы давно, еще с учебы в институте. Не то, чтобы близко дружили, но общались через общих знакомых. Нинка вышла замуж почти одновременно с Надеждой и родила чуть позже. Надежда помнила, что отдала ей дородовое платье, жуткий балахон болотного цвета. Самой Надежде он тоже от кого-то достался, как переходящее знамя. Нинка с мужем жили как все, работали, сына растили. Прошли девяностые, потом настали двухтысячные, и вот тут-то все изменилось. Семья получила в наследство квартиру от какой-то дальней родственницы, не то тетки, не то двоюродной бабушки. Муж Нины квартиру удачно продал, вложил деньги в дело и неожиданно быстро разбогател, полностью оправдав свою фамилию. Нинка с радостью бросила работу и занялась собственной внешностью и сыном. Однако частные клиники ей быстро надоели, да и муж сказал, что не желает видеть дома такое чучело. Либо челюсть подвязана, как у покойника, либо вообще вся морда в синяках. И поди докажи, что не он, муж, тебя побил. Большинство подруг, увидев ее одежду, машину и драгоценности, быстро схлынули, остальные отсеялись после посещения загородного дома в элитном поселке. Нинка завела новых друзей, но не слишком преуспела, проболтавшись как на надежде, что ее не привлекает марафон косметических подтяжек и посещение клубов. По натуре своей она была домоседкой, любила рукоделие под телевизор. Муж много работал и от нее требовал только пригляда за сыном. Нина сосредоточилась на его воспитании, но не слишком в этом преуспела. Не помогли ни репетиторы, ни частные школы. Парень вышел если не полным дураком, то фантастическим лентяем, которому абсолютно все, по его же собственному выражению, было пофигу. Папа оплатил аттестат и институт, но проучившись полгода, сыночек слинял не то в Таиланд, не то на Бали, не то вообще в Индию, да так там и затерялся. Изредка от него приходили сообщения с просьбой прислать денег, но суммы были вполне скромные, так что отец махнул на сына рукой и высылал деньги раз в два месяца. С самой Нинкой он тихо развелся, без шума, скандалов и долгого дележа имущества. Поселил ее в отлично отремонтированной новой квартире, положил хорошее содержание, отдельно оплачивал отпуск и дорогие покупки, а также приглядывал, чтобы не втерся к бывшей к жене в доверие какой-нибудь хлыщ, которого она с дуру пропишет с правом на жилплощадь. По рассказам общих знакомых Надежда поняла, что сама Нина восприняла эти изменения с философским спокойствием. Они как-то столкнулись на Невском, посидели в кафе, поболтали. Нина выглядела вполне довольной своей переменившейся жизнью, устроилась куда-то на два вечера в неделю вести кружок мягкой игрушки, дома же вышивала гладью, раскладывала пасьянсы и собирала пазлы. «Так что тебе нужно-то?» не слишком приветливо спросила Надежда. «Надя, ты не могла бы, не могла бы привезти мне новый пазл?» спросила Нинка и тут же затороторила. «Понимаешь, сижу тут, делать совершенно нечего, все пазлы уже собрала по два раза, шить не могу, потому что педаль у машинки ногой не нажать, вышивать тоже как-то неудобно». Надежде стало стыдно, все же человек со сломанной ногой, нужно помочь. «Ладно, заеду в магазин, говори, какой нужно». Тут же выяснилось, что в магазине ничего приличного давно уже нет и по каталогу тоже Нинка уже все перебрала. Она искала на сайте, где продают подержанные игры и там нашла два замечательных пазла. Деньги уже давно перевела тому человеку на карточку, нужно только приехать к нему и забрать. «Ты извини, что я тебя нагружаю, сказала Нина смущенно. Просто неудобно к Сереже с таким пустяком обращаться. Он категорически против, когда я что-нибудь подержанное покупаю. Говорит, мало ли, через какие руки прошло». «А ко мне, значит, с таким пустяком удобно», сварливо подумала Надежда и тут же сообразила, что Нинке просто не к кому больше обратиться. Надежда Николаевна Лебедева никогда никому не завидовала, просто не умела, да к тому же была твердо убеждена, что у нее есть все для счастья. Любящий и заботливый муж, удобная квартира, дача, дочка и внучка, хотя и редко она их видит, но в этом тоже можно найти кое-что хорошее. Мама была жива и относительно здорова, жила по полгода на даче, и навещать ее можно было только раз в неделю, что тоже неплохо, меньше слушать ее ворчание и не гнуть спину на грядках. Иногда бывало скучновато, но имелось у Надежды своеобразное хобби, которое делало жизнь наполненной и интересной, а некоторая опасность только добавляла адреналина в кровь. Так что в данный момент из разговора с приятельницей Надежда Николаевна поняла, что Нинка в общем-то одинока, обратиться ей похоже не к кому, а Надежду она вызвонила потому, что та слыла среди знакомых невредной и добросердечной и Нинка была уверена, что та ей не откажет в просьбе. Что ж, делать нечего, придется ехать. Ладно, давай его телефон, пересечемся где-нибудь у метро. Ну, выяснилось, что пересечься никак не получится, поскольку этот мужчина, Михаил, в данное время не выходит из дома. Что, тоже ногу сломал? Не удержалась Надежда. Нинка предпочла не услышать в ее голосе сарказма. В общем, Надя, записывай адрес. Улица Некрасова, дом 27. Это напротив Большого театра кукол. Вторая подворотня. Вход в квартиру из подворотни. Номер 17. Сказал, что будет ждать с двух до трех. А потом куда денется? Возмутилась Надежда. Он же из дома не выходит. Ну, не знаю. И снова Надежда буквально стиснула зубы. До того ей захотелось послать Нинку подальше. Ну, что уж теперь. Она долго шла от метро по улице Некрасова, пока не обнаружила нужный дом. И театр напротив. Все верно. Кованые ворота были закрыты на кодовый замок, но тут как раз выезжала машина, так что Надежде повезло, и она быстренько проскочила. Первый двор был самый обычный. Чистенький двухэтажный флигель в стороне, два мусорных бака, гараж и песочница, куда дворник в зимнее время сбрасывал снег, так что получилась не песочница, а горка, какие раньше делали жильцы в каждом дворе. Еще и каток небольшой заливали, если место позволяло. Надежда едва углядела вторую подворотню в углу двора, и целеустремленно направилась туда, поскольку время поджимало. Вдруг этот самый Михаил и правда уйдет. Не хватало еще зря проездить, столько времени потратить. Вторая подворотня не запиралась, и Надежда тут же увидела нужную дверь, в которой вели три ступеньки, прикрытые вытертым ковриком. Дверь была старая, железная, крашеная очень давно. Большое ржавое пятно на ней отдаленно напомнило Надежде карту Африки. Надежда Николаевна деликатно нажала на звонок. Никакого ответа. Нажала посильнее, потом позвонила три раза и прислушалась. Звонок несомненно работал, только вот не слышно было ни шагов, ни звука отпираемых замков. Неужели Михаил уже ушел? Стрелки на часах показывали четверть четвертого. Есть такие люди, которые нарочно сидят и ждут, глядя на часы, и как только пройдет минута после назначенного срока, так сразу уходят, таким образом якобы показывая, что очень заняты и не намерены терять свое драгоценное время. Ага, как же, очень он занят, а эта идиотка Нинка заранее перевела ему деньги. Это же надо было до такого додуматься. Может, этот Михаил вообще жулик, да и не Михаил вовсе, а Надежда, как полная дура, таскалась в такую даль зря. Со злости Надежда Николаевна бухнула в дверь ногой, и тут же оттуда послышалась недовольная. Кто еще? Вот я тебе постучу. К Михаилу насчет пазлов, закричала Надежда, ожидая, что сейчас из-за двери скажут, что никакого Михаила тут нет, и шла бы она куда подальше. Но вместо этого загремели замки, и дверь отворилась. На пороге стояла тетка в выленившем фланелевом халате. На голове у нее была косынка, из-под которой торчали большие пластмассовые бигуди. На ногах у тетки красовались самые настоящие резиновые галоши. И не такие, какие покупают огородники, нарядные, разных цветов и фасонов, а старые, производства фабрики красный треугольник, черные, с малиновой подкладкой. А Мишки нет, сказала тетка хриплым, прокуренным голосом, и Надежда углядела у нее на левой щеке здоровенный, уже пожелтевший ничего не оставлял, чтобы передать. Мы с ним договаривались. Искательно спросила Надежда, представляя, что выскажет Нинке по телефону, а затем бросит трубку и занесет ее номер в черный список. Вроде есть что-то, неохотно сказала тетка и посторонилась, впуская Надежду. За дверью обнаружилась довольно большая полутемная прихожая, отгороженная самодельной стенкой, не доходящей до потолка, в которой была дверь, узкая и по виду картонная. «Жди здесь!» строго велела тетка и ушла, оставив дверь полуоткрытой. Против воли Надежда заглянула внутрь и увидела большое пространство без окон, где были свалены разные предметы, спинки от кровати, ломанные стулья, картонные коробки. Тетка удалилась куда-то вглубь этого пространства, откуда послышались шуршания и ворчания, и, наконец, вышла, прижимая к груди коробку, завернутую в старую газету. «Вот», сказала она, «вроде это самое». Деньги Михаила уже перевели, заторопилась Надежда. «Ну ладно, это все меня не касается». Тетка вручила ей сверток и выпихнула за дверь. Надежда еле-еле успела подхватить выпавшую перчатку. «Могло быть хуже», подумала она и заторопилась уходить. «Ой, Надя, как я тебе благодарна!» встретила ее Нинка. «Ну и видок у тебя, не удержалась Надежда Николаевна. Нина передвигалась с помощью странного прибора. Спереди блестящие металлические трубы, которые не давали упасть, а сзади небольшое сиденье на колесиках, если устанешь». «Вот вот как старушенцы осталет», тяжело вздохнула Нина. «Ну, это временно». Надежда разделась, понадеявшись, что ее хоть чаем напоят, а то с утра уборкой занималась, потом полдня по городу ездила, есть хотелось, спасу нет. Нина бодро направилась в комнату, развернула сверток и увидела потертую, засаленную картонную коробку.